ПАНДЕ 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 ЛАЙНИН Хейё, пацанчики! Заказывали халту по Абубаке! Получите, распишитесь! На самом деле, многие оставляют на велике тормоза, боятся ездить брейклис, и в этом нет ничего зазорного. Но если тормоза оставляете, и ТЛИП с тормозом не делаете, научитесь хотя бы чему-нибудь, что будет оправдывать наличие тормоза на вашем велосипеде, а не только попытки сохранить свою жизнь при передвижении по городу. Трюк любительского уровня. Кто-то очень метко меня подколол в комментариях, что я до сих пор катаюсь на любительском уровне. Так вот, Абубака – это трюк любительского уровня. Что нужно, чтобы его сделать? Нужно не бояться спрыгивать с велосипеда назад, ну, то есть, как бы начать тренировать мэнлл. Нужно иметь тормоз на велосипеде. Желательно, чтобы он был хорошо настроен, то есть, чтобы вам не нужно было далеко тянуться до тормозной ручки, чтобы вам не растягивало здесь перепонку. Чтобы тормоз был настроен так, чтобы он срабатывал с нажатием одного пальца. Если гидравлика – нет проблем. Если механика – придется заморачиваться. Ну, и чтобы ход тормозной ручки тоже был маленьким. Потому что, если ручка будет сильно продавливаться, вам будет тяжело держаться за руль. Ну, естественно, стоит развить сразу же привычку тормозить одним пальцем, указательным. Вот. Далее. Велосипед настраивается, как, собственно, для обычного катания. Уделяем внимание тормозу, приезжаем на какой-нибудь спот. И для начала учим Tail Press. Халту по нему ссылочка будет в конце видео. Tail Press – это, по сути, абубака без тормоза и без прыжка. Движение – то же самое. То есть, это, как бы, такая, знаете, позиция залипания на мэну или только с опорой с задним колесом на бордюр. На высокий бордюр. Как только с этим справились, пробуем делать такой вот Tail Press или прыжок на Tail Press, что лучше, на заднее колесо с зажатием тормоза. Ключевая фишка абубаки, как и Tail Press, как и мэну – это правильная группировка. Вытянутые вперед руки, напряженные ноги, согнутые в коленях, ступни упираются в педали, жопа над задним колесом. Вот при этих всех нехитрых условиях у вас получится залипнуть на заднем колесе. Вам же нужно прыгнуть, прилипнуть грани, удержаться сколько получится и прыгнуть назад на фейке. Прежде чем прыгать на бордюр, попрыгайте на фейке просто на каком-нибудь лайтовом подкатике. Просто плоскач под небольшим уклоном наверх или подкат пирамиды, прыгайте на заднее колесо, зажимаете тормоз, сгруппируетесь, на какое-то время залипаете, затем отпрыгиваете назад. Вот тут вот при отпрыгивании назад важно вовремя отпустить тормоз, потому что если вы отпрыгнете назад с зажатым тормозом, в лучшем случае вы просто тупо приземлитесь на заднее заблокированное колесо. В худшем случае можно перевернуться и упасть назад. И тут мы подходим к самому важному. Надевайте шлем обязательно. Лично я один раз с Абубаки убрался затылком об асфальт так сильно, что вспомнил две недели снов. Ну и это помимо адской боли, лежание вот так вот на асфальте и мысли о том, что я себе что-то повредил. Поэтому шлем обязательное условие. Что касается перчаток. Я против перчаток, потому что может соскользнуть палец тормозной ручки. У меня такое произошло. У пальца, у кожи лучше сцепление, но это лично для меня. После того, как потренировались на подкате и на плоскоче, поделали тейл пресс, все это поняли, надели каску, защиту. Выберите себе бордюр, который будет иметь не острую грань. Это просто сэкономит вам время на замене камер. Тут дело в этом, что прыгая на бордюр, на заднее колесо, вы очень сильно проминаете покрышку. Во-первых, накачайте колесо до 4 атмосфер. До 4, Карл, не меньше. И выберите грань со сглаженным углом. Вот на дворцовой площади на пятачке находится идеальный бордюр для Абубаки. Он меру высокий, то есть на него легко запрыгнуть, но при этом это не маленький бордюр, который непонятно, куда ты запрыгиваешь вообще на плоскость или в уголок. И там есть скошенная гранька такая. То есть ты прыгаешь задним колесом точно в этот скос, у тебя А, четкость попадания оттачивается и Б, меньше шансов пробить колесо. Запрыгиваете, зажимаете тормоз и группируете. Первое время могут быть такие косяки, как запрыгнул, обосрался, спрыгнул назад и на ногах. Или запрыгнул, неправильно сгруппировался, переднее колесо опустилось вперед. Тут ничего страшного, просто спрыгиваете ногами с велика, велика с чего можно выкинуть. Тем, кто боится выкидывать велосипед, я рекомендую полечиться. Потому что велосипед это спортивный снаряд и царапины, на нем это абсолютно нормально. После того, как вы более или менее освоитесь, научитесь залипать, дело за малым, отпрыгнуть назад. Сам прыжок назад не сложный технически, он просто страшный. Потому что прыгаешь задом наперед, еще и с такой непонятной позиции. После того, как вы залипли в позе баланса, вам нужно повторить все движения задом наперед. То есть вам нужно теперь распрямиться, подтянуть руль к поясу и прыгнуть назад. И обязательно отпустить тормоз, обязательно отпустить его. И все. Из неприятностей, ну можно чиркнуть передним колесом и бордюр, и забыть отпустить тормоз. Но это мы уже разбирали. Поэтому на этом все сложности заканчиваются. Прикольный, приятный, можно потом делать в парке, можно развить из него другие трюки и разнообразить свое катание. И главное оправдать наличие тормоза. Большое спасибо за внимание, друзья. Кстати, Виуспед, на котором я делал этот трюк, это не мой ультимейт. Потому что у меня, как бы, возможность тормоз поставить есть. Но даже поверхности под него на ободах нету. Я взял образец XZ24 2018 года, который ко мне приехал на, так сказать, осмотр, на тест. И на нем все это дело сделал. Тут, кстати говоря, будет много прикольных изменений. Коническая рулевая под мягкую вилку в перспективе. Возможность устанавливать 24-26 колеса. Хорошая навеска. Но, наверное, об этом всем стоит рассказать уже более подробно, когда этот велосипед появится в продаже. Сейчас их нету. Вот. И вот этот конкретно велосипед я продам тому человеку, который первый согласится заплатить на ту сумму, которую я за него хочу. Поэтому пишите в личку, спрашивайте цену. И счастливчик получит реально уникальный велосипед такой один. Потому что в серии будет небольшие изменения в раме. И конкретно такой рамы не будет больше ни у кого. Вот. Только у тебя обладатель определенной суммы денег. Все. Подписывайся на канал. Ставь ролику лайк. Делай бубаку. Напрягай сраку.